Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от российских энергоресурсов. Она решается на самые жесткие санкции и представляет собственный санкционный список, включающий в себя 15 физических лиц и 35 компаний, независимо от ограничений Евросоюза. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти, но и оказались на грани прекращения поставок российского газа прямо сейчас. Варшава уже заявила, что отдельно от ЕС вводит полное эмбарго на уголь из России и Донбасса, без каких-либо временных отсрочек, на которые пошли другие страны. Почему же Польша ведет себя так агрессивно? Дело в том, что Польша выполняет роль представителя США в Евросоюзе. Такая жесткая политика – это демонстрация полной солидарности с Вашингтоном, который вел эмбарго на все российские углеводороды. Но в случае Америки ситуация совсем другая. Она не получала из России ни угля, ни газа. Еще одна причина – под предлогом санкций разрешить ситуацию с российским бизнесом у себя на территории. Эксперты считают, что следующим шагом в какой-то момент может стать национализация активов «Газпрома» и «Новотека» на территории Польши. Так, «Газпром» и польская госкорпорация являются совладельцами компании «Юроплгаз», которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа» из России в Германию. Российской стороне принадлежит 48% акций, а польской – 52%. Варшава намерена в рамках санкций заморозить права «Газпрома» на всю долю и его права на дивиденды. Похожая ситуация и с «Новотеком», у которого в Польше есть дочерняя компания «Новотек Грин Энерджи». Санкции Польши против этой компании тоже предусматривают заморозку активов, плюс исключение из процедур госзакупок. Вернутся ли активы обратно? Вопрос остается открытым. Кроме того, раздел Украины, как раньше делили саму Польшу, это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве. Страна настойчиво продвигает концепцию, обводив в отдельные регионы войск НАТО под предлогом миротворческой миссии. Но стоит понимать, что пока что сугубо теоретическая оккупация Западной Украины по принципу «мы к вам на время, а потом как получится» для Польши возвращение незаконно отнятого.